Переходим к мускулатуре рук и ног. Для плеча мы уже несколько мышц сказали, которые так или иначе с плечевой костью связаны. Дельта видно, большая грудная, трапеции видно, они с основанием плечевой костью связаны. Давайте посмотрим, а еще что? А еще есть парочка мышц, о которых мы с вами уже говорили. Которые будут ответственны вот за эти движения. Сгибание, разгибание руки в каком состоянии? В локтевом состоянии. Креша не верно. Бицепс. Мышца, которая ведет сгибание руки в локтевом состоянии. Бицепс. Бицепс. Или двуглавая мышца плеча. Бицепс лежит вот здесь. Вот этот конец его неподвиженно прирастает в двух точках. Блечевой кости. Вот само мышечное брюшко бицепса. А вот крепление сухожилия бицепса к костям предплечья. Если бицепс сокращается, вот эти точки никуда сдвинуться не будет. А вот здесь сустав, здесь кость может поверачиваться. В результате точку А потащила вверх. Вот эта линия сокращается. Точка сместилась вверх. А она приросла костям предплечья. Какое положение займет предплечья? Вот эту точку переместили вот сюда. Вот такое положение снимает теперь наша рука. Как надо расположить мышцы, которые бы ввели разгибание руки? Назад. А вот трицепсы. Трицепсы. У этих мышц три точки крепления на плечевой кости. Вот саму крючок тридцепса. А сухожилия вот крепится. Вот этот макроск. Локтевой отросток, локтевой кости. При сокращении тридцепса точка Б уезжает вверх. И сухожилия происходит. Трицепсы проворачиваются в локтевом стае. Только разогнулось. А трицепсы? Трицепсы одним концом к плечевой кости. Другим концом к локтевому отростку локтевой кости. То есть уже на трех плечах. Скажите, вам человек стоят лицом. Ну, на плечах, допустим, одежды нет. Какие из мышц рук вы видите, а какие не видите? Бицепсы. Бицепсы видите. Трицепсы нет. Не видите. Нет. Трицепс где? Трицепс от. На спиной проекции вы его увидите. Большой другую. Со спиной. Да, со спиной. Значит, трапеции. Смотрите, трапеции видны. Трапеции видны и немножечко видны. Вот они. Давайте все это вот так же трехвуем. Именно они создают вот эту линию. Контур шеи у человека. Так? Поэтому, смотрите, у качков это линия выкупная. А у нормального человека? Она прямая. Она прямая совсем? Ну, нет. Погнутая. Наоборот, не нужно погнуть. Да. У меня вопрос. А вот почему, когда отжимаются, говорят, что если руки параллельно ставить, то это на бицепс. А если смотря на друг друга, то это на трицепс. Почему так? Отжимаются руки параллельно на бицепс. Бицепс, а вот так на трицепс. Негранитно говоря. Бицепс работает усиленно когда? Когда рука сгибается или когда рука сгибается? Когда рука сгибается. Вот давай сейчас попробуем. Что делаете с усилием? Сгибаете или распрямляете руку? Распрямляем. Значит, вот теперь, вот сейчас, у вас напрягаются трицепс. Хорошо, а теперь не дайте мне выпрямить вашу руку. Вот зафиксируйте вот так, а я стараюсь выпрямить. Смотри, что у вас напряглось. Вот здесь бицепс. Понятно? Хорошо. Я обжимаюсь в столах. Вот так. Вот на положение руковод, я начинаю обжиматься. Какие мышцы у меня совершают это действие? Трицепсы. Понятно? Трицепсы работают, когда идет с усилием выпрямления руки. Бицепсы, когда идет с усилием сжатия руки. Вот бицепс. Понятно? Вот когда подтягивание, наверное, работает. Подтягивание бицепса. Хорошо. Немножко раздобрались. Ну, скажем так, с мышцами предплечья возиться, наверное, не будем. Им здесь слишком много. Каждому пальцу на руке сколько мышц, точнее, сколько сухожилий от мышц надо подвести? А, если. У вас сколько составов на каждом пальчике? Три. Три состава. В каждом составе палец должен уметь сгибаться, а разгибаться. Сгибание обеспечивает одна мышца, а разгибание противоположное. Это понятно? То есть каждому пальчику как минимум сколько мышц надо подсоединять? Шесть. Шесть. А у вас пять пальцев, то есть тридцать мышц, вы это положите. Плюс к этому, кроме того, что вы пальцами умеете шевелить, вы умеете вот так дичь? Да, вот так. Отлично. Это как минимум сколько мышц надо? Две. Две. А вот так качать умеете? Да. Еще две. Еще две. А вот так крутить умеете? Да. Еще две. Еще две. Так что вы понимаете, ну там на самом деле четыре с лишним десятых мышц. Все эти мышцы находятся вот здесь, на предпрежье. Так, сквозь ладонь идут длинные сухожилия к пальцам, к основанию кисти и так далее. Своя мускулатура хорошо развита. Только между первым и вторым лучом, вот здесь, в промежуточек, между большим и указательным пальцем. И у основания мизинца, вот здесь вот тоже. Здесь могучая мышца. Если вот так прямым мизинцем подвигается, вы почувствуете, как вот здесь вот у вас перекатывается. А вот здесь вот мышц почти нет. В целом, вот эти мышцы вот сюда. Кстати, чем дальше, чем дальше палец, вот отсюда? Отсюда, да, помню. Давайте договоримся, что вы будете с лапой договориться. Чем дальше палец вот от этого места... От какого места? Указательным пальцем у основания большого пальца. Да. А дальше большой указательный, большой, средний, большой и безымянный большой мизинец соединяются. И чем дальше палец от основания большого пальца, тем сильнее вот здесь вот напряжение. Где напряжение? От основания большого пальца. И вы делаете из этого вывод, что чем палец, чем луч, далее стоит от первого луча, тем он сильнее. И какой вывод вы делаете? Вот вы сейчас заняли некоторым пояснением, наверное, очень удобно. Вот сформулируйте его, пожалуйста. Так считаете. Давайте проверим экспериментально. Это да, что-то не может. Старайтесь пальцы держать. Поехали. Вот так, да? И руками. И руками. Так положено. Какой ваш пальчик не проще, чем он сам. Конечно, мы делимся, он сам и свободно. Это очень легко проверить, если вместо меня используя просто какой-нибудь грузик. Смотрите, какую нагрузку у вас выдержит на разгибаемый указательник, какую нагрузку средней, какую нагрузку медицей. А самая большая нагрузка указательная? Нет, большая, конечно. Большая. Да, первый луч, самый мощный из всех. Он уступает суммарной мощи всех вот этих четырех лучей. Но если его сравнивать с каждым из них, он, конечно, самый лучший. То есть вот это сжатие очень сложно. Можно как-нибудь отдельно качать панель? Можно. Ради бога, только непонятно зачем. Все, ребята.